Привет! Друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поделиться последними своими впечатлениями. А это новогоднее наступление, большие коробки, танки из этих больших коробок. Ну и в основном будем говорить про новогодний рандом и про танчик Буфош Торнваген. Лучше бы назвали его какой-нибудь Торин Дубащит, было бы понятнее, чем эти шведские Торнвагны. На фоне вы можете видеть бой с большим пингом, красной лампочкой, которая постоянно мигает, все дергается. Во-первых, потому что я играл вечером, во-вторых, потому что я залез на такой сервер, на который я захожу в крайних случаях, когда мне грустно от того, что я вижу в рандоме. Вроде хочется поиграть, но видеть рандомных игроков желания нет. Это первое, о чем хочется упомянуть, это насколько же рандом плох в эти новогодние наступления, что в прошлом году, что в этом году, как только подрубается эта елка, вместе с этой елью, которую можно украшать в ангаре, приходят такие танкисты, с которыми играть не сильно хочется. В рандоме бои превращаются в коричневый кисель. Вроде бы арты поменьше, больше тяжей берут, но то, что люди делают в самом бою, это просто жуть. Ну я думаю, если вы зайдете и поиграете, вы и без меня это заметите. И без новогодних наступлений играть тяжело, а сейчас просто капец. Также в этом бою залетали выстрелы просто с вертухи через всю карту. Честно говоря, я не удивлен, поскольку последнее время я замечаю, что чем конченнее ты стреляешь, с ходу, с вертухи, вдаль ты попадаешь. В притык сводишься, полное сведение, нажимаешь выстрел в уяземую зону, землю вскопал и так далее. На удивление, в этом бою летело все. У меня за год столько не летело, как в этом одном бою. Чудеса, подкрутки, все дела. Что касаемо серверов, те сервера, на которых я обычно играю и получаю хоть какое-то удовольствие хотя бы через раз, при включении новогоднего наступления елки и танкистов из-под елки, при всех этих делах мои сервера мало похожи на играбельные. Поэтому я начал ходить по серверам и искать, где хоть как-то можно поиграть. Добрел до 11 сервера, что вы и видите на экране. На этом сервере у меня получилось вечером, в самый жопный пик, когда казалось бы, уже некуда должна быть игра, я отыграл нормально, даже сказал бы великолепно, 10 боев. Таких спокойных, приятных и настрельных каток я не видел уже 2 дня. Да и чего таить, даже до новогоднего наступления, так спокойно и много я не настреливал, приходилось потеть. Но зайдя на этот великолепный сервер, я просто на расслабончике, на чиле просто стрелял. Стрелял, стрелял, стрелял. Даже в какой-то момент задумался, а не скучно ли мне настреливать просто так столько урона. Видимо моя жопа настолько привыкла к жопо-сжигающим каткам, что за 10 каток на 11 серваке умудрилась остыть и заскучать за новогодними танкистами. Окей, про всю эту чепуху поговорили. Теперь поговорим про сам танк. Какой-то там Бафос Торнваген. Мне честно говоря легче называть его каким-то Торином. И все, слишком длинно и заковыристо. У меня были завышенные ожидания к этому танку. Я как обычно, когда мне скучно, листал топ ютуба. Посмотреть, что там есть интересненького. Вижу видос МВЭ, думаю, ну все, судьба. Посмотрю МВЭ один раз в год, как раз под новый год. Открываю видео МВЭ, и там как раз этот Торин. Так расхвалил этот танчик, что это какая-то новая эпоха премтанков. Что все остальные премтанки не нужны. Ну я губу свою раскатал. Думаю, все. Вот сейчас как накуплю коробок. И на следующее утро, действительно, я накупил коробок на все бабки. Все, просто вот под ноль все коробки скупил, сколько мог. Открыл 90 коробок. Выпали мне все танки. И первое, что я начал делать, катать на этом Торине. Первые мои впечатления, это то, что я груша для битья. И всем, чем я занимался первые практически каток 20, это я ездил и насасывал. И не ощущал вообще никакой той мощи, которую там мне нахвалили в видосе. И какой-то новой эпохи я в танке не увидел. Сверхнагиба я тоже не почувствовал. Почему так получилось? Во-первых, сразу завышенное ожидание. Чтоб я еще когда-нибудь посмотрел какой-то обзор на танк, который еще не получил, не покатал на нем сам. Нафиг оно мне надо. Эти вот великолепные обзорщики, сыгравшие на танке один бой. И его же показывающие. Тот самый единственный настрельный бой. Да, как ни странно, я тоже показываю свой самый настрельный бой на фоне. Поскольку, если я не буду на фоне показывать такой бой, а буду, допустим, показывать бой, где я настрелял 1000 урона, то что вы будете на фоне смотреть? Как меня убивают на второй минуте, потому что я глубоко заехал, а танк в ДПМ не может. Или может показывать бой, где я не успел куда-то доехать, меня тоже убили, потому что танк не едет. Поэтому приходится показывать такой бой. Но нахваливать я этот танчик не буду, поскольку помимо этих шести боев на 11 сервере на этом Торине, было еще 18 боев на остальных серверах, где меня просто изничтожали и в хвост, и в гриву. И я там не мог вообще в турбо бою ничего. Я никуда не успевал. Меня абсолютно всегда со всех сторон расстреливали, потому что танк неповоротливый, медлительный. По скорости он вообще никакущий. По ДПМу он просто обычный. Альфа 400 тоже на 8 левеле никого не удивит. Стабилизация, когда мы поворачиваемся, просто ужасная. Спасает только быстрое сведение. Точность у танка тоже плохая. Обзора особо нет. Против быстрых подвижных танков, особенно в быстрых активных боях, этот танк не успевает и не может вообще нифига. А таких боев сейчас навалом. И только забившись в какой-то отсталый сервер, где играют одни боты, получается хоть что-то настрелять и выправить средуху. Поскольку у меня на этом танке средуха была 2000. И в рандоме, когда я встречал этот танк, я открывал после боя статистику, я смотрел, у людей средуха там была 900, 1200, 1500, дай бог. Я вообще не видел людей, чтобы у них была средуха нормальная. Поскольку сейчас такие бои в рандоме, что на таком танке вообще абсолютно ничего не успеваешь. Да, у этого танка ультимативная имбовая башня. Она в принципе практически непробиваемая. Даже когда стреляют в борт башни, он не пробивается там черкачом или покасательной. Даже там какая-то броня есть. В крышу эта башня не пробивается. Лючка там в принципе практически нет. Его выцелить нереально. Единственное, что там во лбу башни, прямо возле орудия, слева и справа, 280 миллиметров. Тем более оно такого маленького размера. Да, оно иногда пробивается. Но насколько же редко. Поскольку туда даже попасть сложно. Также он пробивается еще в полочку на двигателе. Которая размером там миллиметра два. Попасть туда тоже тяжело. И можно эту полочку легко спрятать. Еще у этого танка пробивается надгусеничная полка. И над катками брони меньше, чем в ЛД. Ну и конечно же самая настоящая уязвимая зона у этого танка НЛД. И по сути он является сверхтяжем. На удивление этот танк маленький, но по сути это сверхтяж. Поэтому у него такая мобильность. И на первый взгляд он не похож на сверхтяж. Но он таковым является. Он очень крепкий во лбу. И даже можно ромбиком немного танковать. Единственное, что если вам стреляют снизу вверх, надгусеничную полку будут пробивать каждым выстрелом. Да и перекручивать особо ромбики не надо. В позиционных боях, когда куча тяжей перед вами просто стоят как боты какие-нибудь, вы можете спокойно их расстреливать в ближнем бою. ДПМ у этого танка примерно 2 косаря. Альфа 400. Пробитие основным подкалибером 248. Голдовым подкалибером 297. Сведение 2.3, что очень хорошо. А вот точность без оборудования 0.44. С оборудованием ее можно там докрутить до 0.37. Или если поставить еще прицел, будет примерно там 0.35. Или 0.36. В зависимости от того, какое вы будете оборудование использовать, обычное или фиолетовое. Но после каждого поворота башни придется заново сводиться. Получаются имбовые параметры какие? Лобовая броня. Самая имбовая бронированная башня на 8 левеле. И хорошее пробитие. Также при том, что танк не особо высокий. 10 градусов УВН. И в принципе имбовых параметров больше нет. Обзор помойный. Подвижность помойная. Обычная альфа. Обычный ДПМ. Из-за чего не удается настрелять в быстрых боях практически вообще ничего. Никакой сверхимбовости в этом танке в большинстве боях вы даже не почувствуете. Также фугасами в борта этот танк пробивается очень легко. И эти колебаны, которые из коробок всем тоже выпали, спокойно вас в борт будут пробивать по 850. И вы с одного барабана отправитесь в ангар. Это такое у меня первое впечатление от танка. Никакой сверхимбовости или нового поколения премтанков я в нем не вижу. Скорее я вижу это какой-то модернизированный, улучшенный и более приятный геймплей льва. Поскольку лев уже ну совсем какая-то дряхлая фигня. На этом танке сложно реализовать какой-то там скилл. Достаточно знания позиций и направлений куда надо ехать. И применять в бою простейшие тактики игры от башни и все. Для этого особо много скилла не надо. Поэтому я считаю, что слабым игрокам этот танк может немножко скилл завысить. И набивать их обычные результаты. А вот сильным игрокам скорее всего наоборот он их приспустит вниз. Поскольку на такой всратой подвижности реализовать скилл очень сложно. И даже всякие турбины, сколько я и не пробовал с ними играть. Особо танк подвижнее не становится. Он ехать абсолютно не хочет. При этом у него начинает страдать точность. Если мы турбину ставим. Поскольку точности особо у танка нет. Она плохая, вдаль стрелять вообще тяжело. У орудия только сведение классное. И скорость полета снаряда. Больше ничего. Да, у него есть крутая фишка. Он вроде бы прикольный. Но в этих новогодних боях играть на таком танке не хочется. Он под такие бои не подходит. Это раз. Второе. Из-за того, что у меня было завышено ожидание. Я в танке разочаровался практически сразу. Что тоже обидно. Но на мой взгляд танк просто неплохой. Но переоценивать его не нужно. И играть на нем действительно не так уж и легко. Возможно для любителей льва этот танчик там зайдет. Поскольку на льве альфа меньше. Лев еще медленнее наверное, чем даже этот танк. И лев намного больше. И броня у льва хуже. Да и пробития у льва меньше. Поэтому на фоне льва такой танчик ЦА картошки может некоторым людям зайти. Но зайдет ли этот танк статистам? Вряд ли. Им скорее понравится какой-нибудь колебан. И то не всем. Так чисто поприкалываться на один раз. Поэтому как обычно новогоднее наступление немножко выбило меня из колеи. Ненадолго спас меня 11 сервер. Играть конечно с таким пингом и красной лампочкой не сильно хочется. Но хочется пофармить серебро под такими дополнительными бустами. Которые дает новогодняя атмосфера. Че делать непонятно. Вот такие у меня мысли. С вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok